На заседании профильного комитета Законодательного собрания Новосибирской области депутаты одобрили увеличение штрафа за безбилетный проезд в общественном транспорте в 10 раз. Предполагается, что эта мера повысит платежную дисциплину пассажиров на фоне перехода общественного транспорта на бескондукторную систему. 17 мая депутаты регионального Заксобрания обсудили инициативу мэрии Новосибирска увеличить штрафы для зайцев в общественном транспорте. Заместитель председателя городского совета депутатов Антон Тертышный рассказал, какие именно предлагаются поправки в областной закон об административных правонарушениях. Проектом закона предлагается внести изменения в статью 10.1. Часть 1 предлагается внести увеличение размера штрафа со 100 до 1000 рублей за безбилетный проезд в городском и пригородном автомобильном транспорте, трамвае, троллейбусе, маршрутном такси и проход без оплаты на станцию метрополитена. Кроме того, предлагается увеличить и санкции за препятствования в работе сотрудников транспорта и контролеров. Заменить меру ответственности предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 500 рублей на наложение штрафа в размере от 500 до 1000 рублей. Антон Тертышный подчеркнул, что действующие в настоящее время штрафы за безбилетный проезд не менялись с 2007 года и потому не способствуют профилактике правонарушений. Предлагаемые меры необходимы для повышения уровня ответственности граждан. Для нас это важно в связи с поэтапным переходом города Новосибирска на бескондукторную оплату, которая предусмотрена значительной частью вновь заключаемых муниципальных контрактов на перевозку пассажиров. Бескондукторная оплата приводит к снижению цены контракта и минимизации расходов бюджета соответственно. К тому же бескондукторная оплата ликвидирует так называемый человеческий фактор при сборе оплаты. Считается, что ощутимый штраф как раз и поможет мотивировать пассажиров самостоятельно приобретать билеты в автобусах, троллейбусах и трамваях. Ловить зайцев планируется в ходе совместных рейдов с полицией. По 99-му закону право составлять протоколы имеют в основном установленные должностные лица. Это либо органы муниципалитета, либо органы субъекта власти. И, например, при работе по нарушению правил торговли часто привлекаются сотрудники полиции. Здесь точно так же, когда будут проводиться рейды, совместно сконтролированы, будут сотрудники полиции, которые имеют право требовать документы. И на основании этих документов уже будут вставляться протоколы привлекаться лицо к административной ответственности. Напомним, что в конце апреля депутаты Горсовета Новосибирска единогласно поддержали инициативу о повышении штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Ее главной целью назвали повышение платежной дисциплины пассажиров. Окончательное же решение об изменении размера санкций за отсутствие билета должны принять депутата ЗАГСобрания региона на очередной сессии. Если ваши гражданские права нарушены, если вашей жизни и здоровью угрожает опасность, пишите нам. Добавляйтесь в наши группы в социальных сетях, задавайте вопросы и предлагайте темы для сюжетов. Не забудьте поставить лайки и отправить видео друзьям. Возможно, именно сейчас им требуется помощь прецедента. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова